Криптоиндустрия, похоже, просыпается к тому факту, что гейминг – это один из способов получить массовое принятие и инвестирование. И один из проектов, который капитализировался на этом факте, это Ноткоин. Интеграция Ноткоина с Телеграмом через блокчейн Тонкоина смогла притянуть десятки миллионов пользователей в свою экосистему. Это означает, что у Нотокена может быть очень мощный потенциал, но также есть пара ключевых рисков. И вот почему сегодня мы поближе рассмотрим Ноткоин и посмотрим, куда может пойти его цена. Оставайтесь с нами. Я начну с того, что скажу, что ничто в этом видео не является финансовым советом. Оно только для образования и призвано проинформировать вас о Ноткоине. И я также отмечу, что на момент записи этого видео никто из команды не держит Ноткоин в своих портфолио. Это видео, очевидно, не спонсировано никаким образом. Мы на самом деле обозреваем его только потому, что за него проголосовали члены нашего клуба Коинбюро. Итак, Ноткоин был создан компанией, которая называется OpenBuilders, которая расположена в ОАЭ. OpenBuilders сфокусированы на построении продуктов и сервисов вокруг экосистемы Тонкоина. И, как большинство из вас знает, Тонкоин очень близко связан с Телеграмом. И вы можете узнать больше о Тонкоине по ссылке в описании. В презентации ранее в этом году CEO OpenBuilders Саша, также известный как Алекс Платвинов, рассказал, что компания создала Ноткоин с целью привлечь обычных людей в криптотехнологии, конкретно в экосистему Тонкоина. Исходя из логики, должна быть причина для людей изучать крипто. OpenBuilders поняли, что вы можете сподвигнуть людей изучать крипто таким же образом, каким сподвигают майнеров и поддерживать блокчейн. Или, как это называется, Skin in the Game. На практике это означает создание игры, в которую все легко могут играть, чтобы зарабатывать крипто, с настоящей финансовой ценностью. Очевидно, игра называлась Ноткоин, и она запустилась в ноябре прошлого года. Все, что вам нужно было сделать, чтобы поиграть в Ноткоин, это загрузить Телеграм и написать Ноткоин боту. Геймплей был максимально простым. Вы просто тэпаете по символу Ноткоину, чтобы зарабатывать крипто. Вот и все. Просто тэп и зарабатываете. В начале этого года началась фаза майнинга. Это дало возможность всем зарабатывать Ноткоины, просто тэпы. К тому моменту, как фаза майнинга закончилась 1 апреля, Ноткоин заработал больше 35 миллионов игроков. Опять же, это было благодаря тому факту, что было очень просто получить доступ и еще проще играть. Лучшая новость в том, что попросту все предложение Ноткоина было распределено между игроками. Но мы вернемся к токеномике через некоторое время. Когда нотокен залистился на биржах в мае, Ноткоин достиг маркеткэпа более чем в миллиард долларов, а большая часть Ноткоин игроков получали в районе 200 долларов в Ноткоинах. Это технически сделало Ноткоин аэрдроп самым крупным в плане количества людей, которые его получили, и также долларовой ценности. Что более важно, это создало этот эффект скин энд гейм, за которым гнались опенбилдерс. Это вылилось в десятки миллионов людей, которым было интересно продолжать взаимодействовать с Ноткоином. И не только это, но функции в Ноткоине, такие как реферальная программа и отряды, создали невероятный сетевой эффект. И это сделало возможным организовать людей, чтобы принять другие продукты и сервисы в экосистеме Ноткоина. Конечно же, это то, что делал Ноткоин с того момента, как тэппинг закончился. В июле Ноткоин показал функцию исследования в Телеграм-боте. И это дало возможность всем зарабатывать нот, играя в Ноткоин игры или изучая тонкоин. Ранее в этом месяце Ноткоин анонсировал вторую криптоигру под названием Lost Dogs, которая утилизирует Ноттокен и также свой собственный ингейм токен. На момент съемки этого видео в Ноткоин-боте больше 10 миллионов месячных пользователей, что намекает на то, что более 10 миллионов людей играют в Lost Dogs или, по крайней мере, изучают экосистему Ноткоина. Верьте или нет, но Ноткоин технически не самая популярная крипто-таполка. Первое место уходит к Айчингу Нир протокола. И так повисает вопрос, как много потенциала у Нотта? И чтобы получить точный ответ, нам нужно глубже погрузиться в его экономику. Согласно веб-сайту Ноткоина, общее предложение составляет более 102 миллиардов и разделено оно следующим образом. 78% пользователям и 22% на будущие аирдропы. Это очень не сходится с тем, что было указано в АМА, которое провел Ноткоин в июне. В этом АМА Саша заявил, что 95% Нота ушло комьюнити, в то время как 5% ушло в казну. Это также не сходится с общим предложением Нота в обращении, как отмечено на многих отслеживающих сайтах. И что более важно, официальная токеномика не упоминает тот факт, что примерно 1% всего предложения Нота был подарен с основателю телеграмма Павлу Дурову в мае. Чтобы было честно, официальная токеномика была опубликована до этого подарка. И Павел также пообещал держать свой Нотт, пока не будет 100 иксов. Так что это не особо важно. Что важно, это то, что было найдено на цепи. Согласно эксплореру Тона, 12% предложения Нота держится на одном кошельке. И это намекает на то, что 10% из 22% выделенных на будущие аэрдропы уже были скинуты, предполагая, что официальная токеномика корректна. И это распределение говорит, что это так. Анализ ончейна также показал, что существует больше 26 миллионов кошельков, использующих Нотт. И это значительно, поскольку это намекает на то, что большая часть игроков Нотткоина приложила усилия для создания кошелька, чтобы забрать свои токены. Опять же, это принятие, на которое целились OpenBuilders. В любом случае, помимо самых больших кошельков, кошельков бирж и кошелька Павла, предложение Нота удивительно ровно распределено. И это означает, что не существует китов, которые могли бы обрушить его цену в то же время. Это намекает на то, что большая часть держателей Нота продолжает взаимодействовать с Нотткоином и его экосистемой, когда ты понимаешь, что в районе 88% предложения Нотткоина уже в обращении, и ничто из этого не было продано жадным венчурным капиталистам. Становится неудивительно, что он был очень устойчив, несмотря на недавний нисходящий тренд. На момент съемки Нотт буквально торгуется на той же цене, на которой был листинг в мае. С технической перспективы его цена отрисовывает невероятный симметричный треугольник, который может получить огромный прорыв в любом направлении. Большой прорыв наверх может отнести Нотткоин на 5 центов, в то время как прорыв вниз может отнести его на новые минимумы, которые сложно предположить. Это только для краткосрока и среднесрока, кстати. То есть, для следующих пары недель или месяцев. С фундаментальной перспективы. Тот факт, что Нотт очень дешевый, находится на множестве бирж. И большая часть его предложения в обращении, и также то, что он в нарративе гейминга, дает ему невероятный долгосрочный потенциал. Похоже, что единственное, что может удержать рост Нотта – это его огромный маркеткэп в районе миллиарда долларов. Как большинство из вас, наверное, знает, чем больше маркеткэп. Друзья, а если вы тоже торгуете этой волатильностью и хотите воспользоваться моментом удачно, обязательно зацените предложение от биржи Pionex. Первая ссылка в описании. Только сейчас, если вы регистрируетесь по ней и вносите депозит 100 USDT, вам дают 50 USDT подарком. Либо, если вносите 200 USDT, вам дают 100 USDT бонусом. Бонус приходит на фьючерс бота и на стейкинг. То есть, их можно сразу же запустить, торговать и получать с них прибыль. В общем, очень полезная опция, вин-вин, ничего не теряете. Упрощенная KYC, просто пишите имя, фамилию и все, без всяких там справок о доходах из банков и так далее. Также на фьючерсах имеются пары не только к USDT, к Тезеру, но также к биткоину, к эфиру и салане. То есть, альты торгуем друг к другу, эфир к биткоину, тон к биткоину, ребята, в связи с хайповой темой, да, сейчас. И салана к эфиру, я не знаю, доход к эфиру. Короче, уникальнейшие кросс-пары на бирже Pionex сейчас происходят. Короче, торопитесь успеть, количество бонусов ограничено, переходите по ссылке и регистрируйтесь. Тем больше денег нужно, чтобы затолкать цену наверх или опустить вниз, или держать в эквилибриуме. К счастью, NotCoin не только смог создать большое крипто-комьюнити держателей Нота, но он также смог создать новый спрос для Нота через свои игры. И упомянул ли я, что Нот-токены иногда сжигаются, когда играют в эти игры? К сожалению, не ясно, что нужно для этих сжиганий, но похоже, это происходит вручную и в районе 250 миллионов было сожжено. Тот факт, что цена Нота держалась так хорошо, намекают на то, что двигатели его спроса перевешивают потенциальное предложение, которое приходит от нетерпимых Нот-держателей, которые пытаются обналичиться. Альтернативно, это может указывать на то, что есть киты, которые подготавливают цену Нота, чтобы он был успешен, что определенно возможно. В конце концов, Нот-коин становится фактическим входом в экосистему Тона. Чем больше этот вход, тем больше принятия у Тон-коина будет, тем ближе будет Телеграм к тому, чтобы стать суперпредложением следующего поколения. И что говорить о том, что движение цены – это первый шаг к этому принятию? Это, опять же, провоцирует вопрос о том, сколько потенциала у Нот-коина в долгосроке. В нашей перспективе это возможно, и ключевое слово «возможно», что Нот может улететь на 20 сексов. И это из-за того, что он напоминает нам мимкоин Шиба Ину, который достиг маркеткэпа в 40 миллиардов долларов в предыдущем цикле. И это, вероятно, из-за того, что половина предложения Шибы была подарена у создателя эфира Виталику Бутерину. Так что даже если экосистема Тон-коина вырастет всего наполовину от того, что было у эфириума в прошлом цикле, Нот может быть Шибой этого цикла. Что интересно, блокпост о Нот-коине от Тон-коина описывает Нот-коин как мим-монету. Так же, как с Шибой, часть предложения Нота была подарена оригинальному создателю блокчейна. И это Павел. И, как и с Нотом, предназначение Шибы было в том, чтобы подтолкнуть принятие эфириума. Возможно, ничто. Намеренный каламбур. И если вы это не понимаете, вероятно, ничто – это популярное выражение в Нот-коин-комьюнити. В любом случае, будет ли у Нот-коина 20Х, в итоге зависит от его целей в будущем. И мы не смогли найти дорожную карту для Нот-коина. И это похоже намеренно. В этой презентации, ранее в этом году, Саша открыл, что Нот-коин буквально не имеет дорожной карты. Они просто сфокусированы на росте. И в этом АМА он рассказал, что у Нот-коина нету карты. Так что у него нет давления, связанного с определенными целями в определенное время. Это было оправдано непонятно для Нот-коин-комьюнити, которая всегда спрашивает, а что дальше? К счастью, отсутствие дорожной карты не означает отсутствие целей. Вы помните, что было две фазы Нот-коина. Первый был первоначальный запуск оригинальной тап игры в прошлом году. И второй была фаза майнинга в январе, которая закончила игру, когда она закончилась в апреле. В нашем понимании Нот-коин или есть, или скоро будет в своей третьей фазе. Третья фаза вроде как состоит из запуска большего количества игр. И вы помните, что первой из этих игр была Lost Dogs, которая запустилась ранее в этом месяце. Бот Нот-коина указывает на то, что третья игра, которая называется Нот-пиксель, скоро будет запущена. Вторичные ресурсы. Вторичные ресурсы указывают на то, что третья фаза – это финальная фаза неофициальной дорожной карты Нот-коина. Но, вероятно, нету причин для того, чтобы не было третьей или четвертой фазы. Например, мы нашли вторичные ресурсы, которые отмечают, что Нот-коин в процессе разработки трейдинг-бота, который скоро может быть запущен. Если это звучит знакомо, это потому что Бонк, популярный мем-коин на Солане, также запустил торгового бота не так давно. И это отмечает возможность того, что мем-коины фундаментально настроены на то, чтобы провоцировать принятие блокчейнов, на которых они построены. И больше о Бонке в описании. Еще один пример будущей фазы нот-коина – это децентрализация. И эта цель была в выжимке из интервью, которое у Саши было в июне. Тот факт, что эта выжимка была в текстовой форме, делает это сложнее для верификации. Но она отмечает, что у нот-коина планы децентрализоваться через два года. Другими словами, Саша надеется, что через два года OpenBuilders больше не надо будет работать над... Это будет самоподдерживаемая экосистема, управляемая держателями нот-коина. Что поразительно – это то, что это письменное интервью потенциально подтверждает присутствие нот-коин-китов. Цитата. Несколько инвесторов появились в нот-коине. Это важно для них – поднять цену нот-коина так высоко, как это возможно, чтобы привлечь гораздо больше людей в нот-коин. Опять же, дальше есть предложение, в котором написано цитата «У нот-коина нету сильных китов на данный момент». Но Саша ожидает, что они появятся в будущем. Опять же, не ясно, было ли это интервью настоящим. Но похоже, что оно может быть. И это потому, что есть ссылка на то, что может быть тон-коин-кошельком Саши. И там видно, сколько он держит нот. Этот кошелек имеет имя Alex.ton. Редкое имя, которое могли купить только ранние пользователи тон-коина. Или очень богатые. Если помните, Саша также известен, как Alex. В любом случае. Самая открывающая глаза часть этого интервью в том, что оно показывает настоящее вдохновение, стоящее за нот-коином. Цитата. Нот-коин был вдохновлен ВК-коином. И ребята, которые создали ВК-коин, все работают в тоне. Кстати, ВК-коин используется в российской социальной сети ВК. Которую также создал Павел и его брат Николай. Это намекает на то, что OpenBuilders могут быть близко связаны с тон-коином. И если это так, то у нот-коина могут быть проблемы с регулированием. Поскольку это будет выглядеть так, будто тон-коин создал свой первый деп. В свою очередь, тот факт, что Телеграм создал тон-коин, может вылиться проблемы для приложения. И наличие этих связей определенно объяснит, почему нот-коин был такой мутный. И это, конечно же, подводит меня к сложностям, которые мы предвидим для нот-коина. Первое – это, конечно же, прозрачность. И было невероятно сложно найти качественную информацию об этом криптопроекте. И это, возможно, связано с тем фактом, что сейчас нету блога, нету документации и минимальная информация на сайте. Это звоночек, учитывая размеры нот-коина. И это намекает нам, что проект может что-то скрывать. Черт, да. Одна из единственных двух презентаций, которые мы смогли найти, была удалена, когда мы собирали это видео. Она включала детали о следующих целях. Но, к счастью, мы смогли найти копию. И там не было ничего значительного. Только то, что нот-коин целится на запуск новой игры каждый месяц. Это на самом деле впечатляюще, как маркеткэп нота вырос так быстро, учитывая, что очень мало существует публичной информации о нем. Относительно других проектов, конечно же. Это может быть дополнительным указателем идеи того, что нот-коин – это часть гораздо более большого плана крупных игроков в экосистеме тон-коина. И это относится ко второй проблеме нот-коина. И это устойчивость. Видите ли, создание устойчивой экономики – это невероятно сложно для игровой индустрии. Сейчас модель нот-коина создает новые игры, которые помогают ноту. И создают достаточно спроса, чтобы сбалансировать токены, которые были разданы на запуске. Чтобы освежить в памяти, анализ саундчейна. Предложение нота указывает на то, что 10% из 22%, которые отложили на будущие айрдропы, уже раздали. Теперь учтите, что официальная тэкономика нота была опубликована в апреле. И это намекает на то, что почти половину этого нота уже раздали за 4 месяца. Что это означает? Это то, что у нот-коина может потенциально закончиться нот-токен для айрдропа к концу года. В то время, как это будет хорошо для спроса в уравнении нота. Тот факт, что эти айрдропы используются для увеличения спроса, может быть плохими новостями для спроса. И это перетекает в третью проблему нот-коина. И это конкуренция. Единственный способ убедиться в том, что нот-коин продолжит расти, а не пампится, это создать еще больше вовлекающих криптоигр. Если вы не заметили, существуют сотни других криптоигр в разработке, включая те, которые на тон-коине. В то время, как это правда, что интеграция нот-коина с телеграмом упрощает набор пользователей. Процесс набора пользователей, скорее всего, усложнится, поскольку усложняются игры. В то же время, другие геймфай-крипто пытаются сделать это возможным, играть в их игры одним кликом, без телеграма. Есть также реальная проблема того, что у ранних пользователей нот-коина есть преимущество в играх. Но, к счастью, это что-то, о чем OpenBuilders гиперинформированы. Но все равно будет сложно сбалансировать новых и ранних держателей. И в то же время, делать игры веселыми для новых игроков. И последняя проблема, которую мы видим для нот-коина, это недавний арест Павла во Франции. В теории, это не должно быть большой озабоченностью для нот-коина, тон-коина и всей экосистемы. Ну, то есть, вся цель тон-коина была в том, чтобы быть децентрализованной экосистемой, отдельная телеграмма, но это очень текучая ситуация. И время покажет, как она отыграет на практике. Учитывая все вышесказанное, нот-коин выполнил каждое обещание, которое он давал. Он создал самую вирусную веб-три игру на данный момент, которая впитала десятки миллионов пользователей в крипто. Она запустила токен, который, по сути, поместил миллиард долларов в карман этих игроков. И с тех пор он удерживал свою ценность. Будет сложно найти другой криптопроект, который сделал бы то же самое, и нот-коин еще не закончил. Похоже, что будет очень много новых продуктов и функций, запущенных в следующие месяцы. И если крипторынок будет пампиться на запуске этих функций, нот может пойти гораздо-гораздо выше. Но не совершите ошибку, нету гарантии, что нот сделает 20х. Но будет сложно найти другое крипто с большим маркет-кэпом, с таким потенциалом. Просто давайте будем надеяться, что успех нот-коина не привлечет регуляторную волокиту. И его рост будет действительно результатом большого комьюнити, а не маленькой группы тон-коин-китов. Продолжение следует...